Пустотность. Тханисару Бикху. Для достижения пробуждения. Некоторые из этих моментов включают в себя. Первое. Необходимость уединения, как благоприятного условия для практики. Второе. Типы бесед и мышлений, которые полезны и вредны для такой практики. Третье. Опасность быть отвлеченным посетителями. И четвертое. Правильное отношение к учителю. Однако, объяснение самого феномена пустотности, как такового, следует искать в других суттах канона, где она рассматривается с трех позиций. Первое. Как медитативное состояние. Второе. Как атрибут объектов. Третье. Как вид освобождения ума. Первый подход. Очевидно, наиболее близок к основной теме Маха Суньета Сутты. Хотя здесь играют роль и остальные два принципа. Пустотность, как медитативное состояние, наиболее полно объяснено в Мачхи Маникая 121. Такая пустотность, по сути, сводится к способности сосредотачивать ум, настроив его на конкретное восприятие, и поддерживать его в таком состоянии, а затем отмечать отсутствие и наличие волнений в таком состоянии. Этот процесс начинается с настройки восприятия на внешнее окружение, на деревню, лес, на элемент земли. Затем он внутренне сдвигается к четырем бесформенным сферам, далее к беспредметному сосредоточению ума и в конечном счете к освобождению от всех умственных загрязнений. Каждый последующий шаг сравнивается с предыдущим, чтобы увидеть, как все более утонченное восприятие вызывает все меньше взволнованностей. Например, если вы перейдете от восприятия леса к восприятию земли, то первым шагом будет утвердиться и потворствовать этому восприятию. Затем вы обращаете внимание на те виды взволнованностей, которые исчезли при переходе от восприятия леса к восприятию земли. Например, ушли все мысли об опасностях в лесу. И далее вы смотрите, какие взволнованности остались на последующем восприятии земли. Потом вы отбрасываете вызывающее возволнованности восприятие и переходите к более утонченному уровню восприятия. Этот процесс протекает аналогичным образом вплоть до беспредметного сосредоточения ума. Когда вы видите, что даже этот утонченный уровень сосредоточения является обусловленным, непостоянным и подверженным прекращению, вы обретаете полное освобождение от всех умственных загрязнений и взволнованностей, которые основываются на загрязнениях ума. Этот уровень пустотности называется наивысшим и непревзойденным. И, видимо, именно о нем говорит Будда в сути, не обращая ум на какие-либо темы, он входит и пребывает во внутренней пустотности. Обратите внимание, что на каждом этапе данного процесса пустотность означает отсутствие взволнованностей, которые переживаются в том или ином состоянии ума. Это значит, что состояние ума можно воспринимать как образец наличия или отсутствия страдания. Другими словами, пустотность в этом смысле прямо относится ко второй из трех характеристик – мучительности или страданию. Устремленность к этой пустотности относится к четырем благородным истинам. Поскольку здесь вы ищите причины страдания и используете спокойствие и прозрение для того, чтобы отбросить эти причины с целью полного искоренения страданий. Во втором значении, как атрибут объектов, пустотность наиболее полно рассматривается в Суньи Тоникая 35.85. Это сутто описывает пустотность как отсутствие самости или чего-либо принадлежащего самости во внешнем и внутреннем мире. Любое чувство самости, которое может соотноситься с этими объектами, не является их подлинной чертой. Это всего лишь результат вашей склонности считать это собой или моим. Когда вы видите искусственное конструирование чувства «я» и «моего» по отношению к этим объектам, это помогает развить чувство разочарованности к ним и посему, и любого к ним цепляния. Поэтому пустотность в этом смысле напрямую относится уже к третьей характеристике существования, то есть к безличности. Однако поскольку три характеристики неразрывно связаны друг с другом, все страдательное является безличным. Практическое применение такого вида пустотности не сильно отличается от первого. Санью Тоникая 12.15 показывает, что когда вы перестаете хвататься за идею «я», вы видите внешние и внутренние феномены просто как возникновение и прекращение, только лишь страданий. Практика медитации с этой позиции – видение каждого уровня сосредоточения, как возникающего и исчезающего страдания, является развитием пустотности, как медитативного состояния. Пустотность в третьем значении, как вид освобождения ума, является приложением ко второму типу пустотности. Маджхима Никая 43 так объясняется этот вид сосредоточения. Вот монах, уединившись в лесу у подножья дерева, в пустом жилище, рассматривает все так. В этом нет самости или чего-либо принадлежащего самости. Упоминается, что этот вид освобождения ума отличается от освобождения ума, когда вы не обращаете внимания на какие-либо объекты. Поэтому этот вид сосредоточения нельзя полностью соотнести с пустотностью, как медитативным состоянием, упоминаемым в этой сути. Далее, как говорится в Маджхима Никая 106, если вы часто пребываете в пустотности, как освобождении ума, то вы можете либо войти в сферу отсутствия всего, одну из бесформенных сфер, либо развить мудрость, ведущую к просветлению. Первый из этих вариантов – это еще один способ провести различие между пустотностью, как освобождением ума, и пустотностью, как медитативным состоянием, как оно определялось в Маджхима Никая 121. Однако, поскольку стандартное определение мудрости – это видение феноменов в рамках четырех благородных истин, то второй из этих вариантов – развитие мудрости – судя по всему, относится к той же схеме, что упомянуто в Санью Тоникая 12.15. Другими словами, вы перестаете воспринимать феномены, как «я» или «моё», а относитесь к ним просто как к возникающему и исчезающему страданию. Поэтому, опять-таки, третье значение пустотности, как и второе, постепенно сводит к практику к первому значению. Как отмечается в Маджхима Никая 43, когда вы достигаете полного освобождения, то беспредметное освобождение ума и пустотность, как освобождение ума, будут различаться только в названии, но не в сути. Читая Маха Сунета Сутту, вы обратите внимание на то, что некоторые значения пустотности в разных контекстах более уместны, чем другие. И все же важно помнить, что по мере практики все три значения взаимосвязаны, и все три в обязательном порядке сыграют свою роль в достижении пробуждения.